Минувшая семидневка обошлась без мировых премьер. Но на российском рынке жизнь бьёт ключом. Хавейл запустил продажу обновлённых кроссоверов F7 и F7X. Черри провела ревизию паркетника Tiggo 8. Отправлен к продавцам компактный Lexus NX. Соскучившиеся по новинкам дилера Ниссана приняли новый Pathfinder. А корейцы точно заставят говорить о дизайне фургонов и минивэнов старее, хотя и цены там примечательные. Наконец-то получили мы и первые достоверные данные о рестайлинговой Ладе Вести. Между тем кипит работа и над новой Грантой. А закончим этот выпуск рассказом о новых КамАЗах и ГАЗах. Но первым делом легковушки. Российский офис Хавейла начинает продажи обновлённых кроссоверов F7 и F7X. После рестайлинга машины заметно подорожали. На величину от 90 до 260 тысяч рублей. Сама модернизация вышла скромной. Нетрудно заметить расширенную решётку радиатора, дебампер, украшенный клыками и новыми противотуманками. Задний бампер получил вертикальные вставки и имитацию диффузора внизу. В палитре цветов появился красный. В салоне прописалась свежая мультимедиа с широкоформатным 12-дюймовым экраном. Кроме того, в дорогих комплектациях теперь есть двухзонный климат-контроль, а выбор отделки салона расширен свежими вариантами. Плюс пересмотрены комплектации. Внедрён полный обогрев лобового стекла, электронная имитация предотвращения столкновений и многое другое. Именно поэтому топовые Хавейлы разом подорожали на четверть миллиона. Силовые агрегаты прежние, а из технических изменений стоит отметить разве что более ёмкий бачок омывателя. Также подметим, что из гаммы исчезло маловостребованное сочетание двухлитрового мотора и переднего привода. Конкурирующий с Хавейлом китайский бренд Cherry, в свою очередь, провёл ревизию кроссовера TIGA 8. В ходе обновления модель обрела другую решётку радиатора, новый передний бампер, а также иные ходовые огни. Но главное, в списке оснащения дополнительно появились панорамная крыша, электропривод сиденья переднего пассажира и многоцветная контурная подсветка. При этом цена выросла только на 109 тысяч рублей, что сравнительно немного. Из списка базового оборудования никуда не делись шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, обивка сидений эко-кожей, а также продвинутая медиасистема и светодиодные фары. Единственная потеря — это утрата двухлитрового турбомотора, который отныне останется прерогативой более дорогого TIGA 8 Pro. А обычной восьмёрке, без приставки Pro, останется полуторалитровая турбочетвёрка с шестиступенчатым преселективом и передним приводом. Скромные обычно корейцы из Хёнде в прошлом году выкатили совершенно революционное семейство коммерческих моделей, куда вошли фургон и микроавтобус. Первое время, увидев модель стария, люди точно будут оборачиваться. И российский офис марки приложил максимум усилий, чтобы россияне захотели купить этот автомобиль. Что касается грузового фургона, то нам предложат трёхместную версию с распашными створками, а не подъёмной дверью сзади. Задняя подвеска рессорная, при том за 200 тысяч доплаты можно заказать её усиленный вариант, чтобы повысить грузоподъёмность на 650 килограммов. Начальная цена грузовой старии чуть больше 2 миллионов рублей. И это серьёзная заявка на успех, ведь схожие по формату и возможностям сверхпопулярные французы Peugeot Expert и Citroёn Jumpy стоят плюс-минус столько же. Правда, базовая комплектация корейца довольно скромная. Четыре подушки безопасности, система стабилизации, датчик света, круиз-контроль, простая аудиосистема, подогрев передних сидений да электрические стеклоподъёмники. Кондиционера нет. Зато турбодизель, с которым могут быть состыкованы механическая или автоматическая коробки, действительно мощный. Для пассажирского минивэна механику решили не предлагать, а с автоматом цена 8-местной машины составляет 3 миллиона ровно. Очередной привет маркетологам французских марок. И упакована такая старея неплохо. В начальной версии есть климат-контроль, пара сдвижных дверей, продвинутая медиасистема, бесключевой доступ, плюс подогревы передних сидений, руля и лобового стекла. Приятные бонусы — задний парктроник, камер заднего вида и датчик света. Для автобуса, кстати, полный привод доступен. За систему, построенную вокруг многодисковой муфты, попросят доплатить 120 тысяч рублей. Правда, с бензиновым мотором V6 предлагается только моноприводная трансмиссия. Кстати, у минивэна вдобавок будет роскошная версия, которую корейцы нескромно называют бизнес-джетом. Вот только отдать за 7-местный аппарат придётся 4 миллиона рублей. В России стартовали продажи нового поколения Nissan Podfinder. Брутальный дизайн определённо пошёл модели на пользу, хотя под свежим кузовом скрывается прежняя платформа. Место вариатора занял классический 9-ступенчатый автомат, а система полного привода, построенная вокруг муфты, обзавелась новыми внедорожными режимами. Бензиновый V6 прежний, притом отдачу мотора по сравнению с американским показателем уменьшили на 13 сил, но не стали подгонять под налоговыгодные 250. На выбор россиянам предложат 4 фиксированные комплектации. Начальная бизнес имеет 8-местный салон, 7 подушек безопасности, трёхзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, светодиодную оптику и многое другое. Цена – 4 миллиона 300 тысяч рублей. Очевидно, подбиралась так, чтобы противопоставить новинку ближайшему конкуренту – Toyota Highlander. Хотя, например, Mazda CX-9 обойдётся на целый миллион дешевле. Впрочем, фактические цены у дилеров нынче вообще не зависят от рекомендованных производителям. За схожую сумму можно приобрести компактный Lexus NX, который только что доехал до дилеров. Благо, объявленные ещё перед Новым годом цены остались актуальными. Правда, есть одно важное уточнение. Базовый 2-литровый вариант прибудет только через полгода. Открывать гамму временно поручили 200-сильной версии, под капотом которой скрывается 2,5-литровый атмосферник. Начальная комплектация Comfort включает кожаный салон, двухзонный климат-контроль, неплохую медиасистему, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль и электропривод пятой двери. Приятные бонусы обогрев передних сидений, руля и лобового стекла. Отдать за такую машину придётся 4 миллиона 100 тысяч рублей. А ведь более крупный и статусный RX нынче стоит всего на 200 тысяч дороже. У 280-сильного турбированного NX стартовым назначена богатое исполнение F-Sport Premium. Этот самый мощный NX за 5,5 миллионов по умолчанию имеет пакет F-Sport, который включает спортивный обвес и декор, 20-дюймовые колёса и адаптивную подвеску. Переходим к русскому автопрому. В открытой базе Росстандарта появилось одобрение типа на рестайлинговое семейство Lada Vesta. В сертификате обнаружились не только характеристики, но также чертежи обновлённых автомобилей. Похоже, что рестайлинг окажется легче лёгкого. Кузовное железо прежнее, а фары лишь сменят начинку. Зато сзади появятся более узкие фонари, а бампер украсит имитация двух патрубков выхлопной системы. Из-за новых бамперов чуть вырастет длина машин. Кстати, кросс-версии седана и универсала получат собственный вариант решётки радиатора с крупными ячейками. Рисунков интерьера нет. Шпионские снимки обещают виртуальную панель приборов, огромный тачскрин медиасистемы и блок управления климатом от кроссовера Renault Arkana. Также документ уточняет техническую начинку обновлённой Vesta. Увы, эта самая начинка осталась абсолютно неизменной. Так что предположения, будто флагман Lada обретёт турбомотор Renault, оказались ошибочными. По некоторым данным, производство новинки стартует буквально через несколько дней, а в марте Vesta презентуют широкой публике. Младшую модель Гранта АвтоВАЗ продолжит выпускать как минимум до 26-го года. Об этом сообщает паблик АвтоГрад Ньюс во Вконтакте. Что, впрочем, неудивительно. Недорогие седаны, хэтчбеки и универсалы пользуются уверенным спросом, а единственным ограничителем сейчас продолжает оставаться лишь пресловутый дефицит микрочипов, что мешает ритмичной сборке товарных машин. Правда, вскоре модели-ветерану придётся переехать из отдельного сборочного корпуса на третью нитку главного конвейера. Её изначально создавали для выпуска Vesta, а с недавнего времени загрузили сборкой обоих поколений Нивы. В свою очередь, во освободившемся корпусе пропишется гранта нового поколения — это будут седаны и универсалы. При том, чтобы подчеркнуть новизну, модель сменит название. Более того, сейчас перед маркетологами и пиарщиками автогиганта стоит задача откреститься от имиджа предшественницы. Дескать, это будет принципиально другая, более технологичная, современная и дорогая машина. По информации от нескольких источников, в Тольятти успешно сварены и окрашены первые кузова грядущей новинки, а в научно-техническом центре вовсю кипит сборка первых предсерийных экземпляров. В основу модели ляжет французская платформа CMF-B, а каркасом кузова поделится Renault Logan третьего поколения. Впрочем, автомобиль под маркой Lada получит другие кузовные панели, так что внешнее сходство будет минимальным. Кроме того, преемник нынешней Гранты будет оснащаться только вазовскими атмосферниками, тогда как сам Логан предложит покупателям строго моторы, в том числе турбированные, марки Renault. Есть немаловероятность, что французское семейство встанет на конвейер летом этого года. А вот новой Lada сначала придётся пройти через обширный цикл всевозможных испытаний, так что её дебют отложен до конца 2023 года. И ещё один любопытный сюжет об отечественной промышленности. В прошлом году, рассказывая о производстве двигателей Hyundai, мы вскользь упоминали воронежский машиностроительный завод «Тяж-Мехпресс» — один из трёх в мире, которые производят тяжёлые горячештамповочные прессы, на которых затем делаются современные стальные коленвалы. На самом деле, это история про сапожника без сапог. Ведь детали на отечественных станках штампуются по всему миру, кроме самой России. Из-за этого, например, АвтоВАЗ вынужден закупать коленвалы для мотора H4 во Франции. Напомним, что этот двигатель из ассортимента Альянса Рено-Ниссан уже давно выпускает на перестроенных мощностях, где раньше делали двигатели для автомобилей АК. Притом, блоки цилиндров и головки блоков свои, тольяттинские. Так вот, в подмосковной электростали через несколько месяцев должно заработать совместное предприятие «Тяж-Мехпресса» и воронежской дочке французской компании «Форж-де-Курсель». Новый завод будет производить стальные коленвалы. Компания уже получила заказ от питерского завода Hyundai Via, которому требуется 110 тысяч коленвалов. А теперь есть подтверждение и от АвтоВАЗа, которое гарантирует ежегодную закупку 250 тысяч изделий. Также идут переговоры и с другими производителями автомобилей. Это китайский Havail, что вскоре запустит собственный моторный завод, а также немецкий Volkswagen. Кроме того, интерес проявляет калужская площадка концерна Stellantis. А теперь про большие автомобили. Вот так выглядит пожарная машина на средне-тоннажном шасси КАМАЗ со старой кабиной К3. А так совершенно новая пожарка поколения К5. Большая разница, не правда ли? Надстройку со специальным оборудованием и модуль для пожарного расчёта сделала миасская компания «Приоритет». Но шасси чисто КАМАЗовское, при том главная особенность двухосника — узкая и низкая кабина без спальника. Новинка отличается уменьшенной массой и габаритами, что, в свою очередь, позволило повысить грузоподъёмность и манёвренность. Под кабиной установлен 7-литровый дизель марки Cummins, с которым состыкован девятиступенчатый робот ZF. Компактные кабинные модули планируется ставить на строительные, развозные и коммунальные грузовики, где широкая кабина просто не нужна. Собственно, эти профессии как раз предстоит освоить будущему 19-тоннику. Вдобавок, КАМАЗ поспешил отчитаться об отгрузке первых грузовиков семейства «Компас» российским покупателям. Впрочем, челнинский автогигант лукавит. Покупателями средне-тоннажной новинки оказались два дилера. Так что фактически это начало опытной эксплуатации, а не старт реальных продаж. Дилеры приобрели бортовые автомобили со шторными тентами полной массой около 10-ти тонн. Также обещано, что завод вскоре выпустит партию 12-тонников. Ну а первыми клиентами, очевидно, станут лояльные заводу покупатели. Уточним, что семейство «Компас» — это слегка перелизованные грузовики китайской марки «Джак». Оригинальные здесь лишь оптика, решётка да гордая надпись «КАМАЗ». Соответственно, большая часть узлов имеет китайское происхождение. Но «КАМАЗ» рассчитывает постепенно повышать степень локализации. На это уйдёт 5-6 лет. Как стало известно телеканалу «Автоплюс», планы по локализации расписаны аж до 28-го года. К этому моменту количество российских деталей должно превысить 50%. Если, конечно, модель найдёт своего покупателя. Ну а главный конкурент «Компаса» — газовский «Валдай Next» углубил локализацию. В Нижнем Новгороде, наконец, запустили комплекс по сварке, окраске и сборке кабин. Хотя штампованные детали пока приходят из Китая. На всякий случай напомним, что возрождённый «Валдай» — это шасси «Газона Next», на которое водружены кабинный модуль от «Фотона» и дизельный мотор от «Газели». При этом среднетоннажник марки «ГАЗ» стоит на целый миллион дешевле нового «КамАЗа». Правда, грузоподъёмность «Компаса» на 2 тонны больше. Однако сейчас нижегородцы как раз готовят ответ аналогичного тоннажа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова